История оживет в Иванове. Художественный замысел Ивановского историко-краеведческого музея был поддержан благотворительным фондом Владимира Потанина. «Живой лубок» – такое название получил новый проект, который будет сочетать в себе графику, театр, моду, элементы исторической реконструкции, при этом имея в основе богатую музейную коллекцию. «Мы собираем наш музей, оно уникальное и дает нам средств человеческой культуры, человеческой цивилизации от античности до современности». «Лубок» или «Потешный лист» был распространен в России три века назад. Это изображение с подписью. «Лубки» всегда были доступны даже самым несостоятельным покупателям, отличались доходчивостью текстов и изобразительного ряда. Надпись и рисунок друг друга дополняли. Нечто вроде современных комиксов. В коллекции Ивановского музея более полутора тысяч таких картинок. Но суть проекта не просто показать их широкой публике, а живить через театрализованную постановку. «Когда рассчитываешь текст, обычно у блока есть текст, этот текст, вы иногда понимаете, для настоящего времени, может быть, даже непонятно. Есть грубоватые какие-то моменты. И мне, как сценаристу, и еще, потому что перед мной как раз лежит этот сценарист, была поставлена задача получать собой программу, действительно написать настоящим нормальным языком, но с применением тех выражений, не может быть, тех сюжетных актерий, которые есть на лубке». Театр и здесь начнется с вешалки. Изюминкой проекта станут исторические костюмы. При помощи студентов и преподавателей Политехнического университета будут до мельчайших деталей воссозданы одеяния людей, изображенных на лубках. «Пространство лубка – это карнавальный мир, где позволено все. И фривольная шутка, и неприличное слово, где смешное становится нормой и правилом». Интерпретировать эти образы в современности задача непростая, но увлекательная. Старт проекту дадут уже в октябре, когда откроется выставка потешных листков. Оживлять изображения будут в течение года. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ «Иваново».